продолжаем изучать прямо написано что человек рожден для труда на иврите так и написано прямо адам ли амаль юлят еще рожден для труда но умные люди они смотрят же глубже они смотрят глубже и когда говорится человек рожден для труда то что значит смотреть вглубь да это значит увидеть что в слове амаль ли амаль для труда можно увидеть сокращение это же не просто три буквы ли амаль 4 буквы а это сокращение лильмот учиться альманат для того чтобы обучать человек рожден для того чтобы учиться чтобы обучать можно так понять как это значит что значит человек рожден чтобы учиться чтобы обучать а мы все так и живем человек рождается и его начинают учить кто его начинает учить родители а родители откуда знают от родителей родители откуда знают от родителей и так вот человек он рожден чтобы учиться. Его с детства говорят учись сынок. Значит как пиво открывать правильно. А другой папа говорит сыну учись сынок. Между первой и второй перерывчик небольшой. А третий папа говорит учись сынок. Сначала сотворил Бог небо и землю. И так далее. Теперь дальше человек рожден чтобы учиться. Для чего? Чтобы обучать. Чтобы передавать следующим поколениям то что он выучил. Но если ты не учился как говорится что такая поговорка я помню в детстве тоже выучил ее. Учение свет а не учение чуть свет на работу. То есть или ты учишься или ты работаешь на самых таких работах на которых не нужно совершенно тебе не нужно вообще что-то знать. Вот говорят мне подсказывают что в телеграме нет звука. нет. Оказывается есть звук в телеграме. Все отлично. В телеграме есть звук. Ну у меня во всяком случае показывает так. А может и не было звука. Да вот вы правы. Но не было у меня перечеркнуто. Представляете? Сейчас я нажал в телеграме нет звука. А сейчас есть звук в телеграме. Ну сейчас вот микрофончик показывает что есть. Интересно что раньше если не было звука микрофончик был перечеркнутый. Вот сейчас он перечеркнутый. А сейчас есть звук. Хорошо друзья. Все. Надеюсь что сейчас звук есть. И мы продолжаем изучать Тору. Глава Корах. И мы пришли к тому что Машера Бейну пытался успокоить бунтовщиков. И он пытался им объяснить что не надо выступать против меня и против Всевышнего. Потому что я никогда ничего не делал по своей воле. Все делал только по воле Всевышнего. Но Корах и вся его вот эта вот Дата, Наверам все бунтовщики они не слушали. Они не слушали Машера Бейну. И вот значит что значит где у нас третий отрывочек. Сейчас секундочку. Вот. Третий. И сказал Бог Муше и Арону отойдите пожалуйста чтобы все отошли отдалились от вот этой вот общины и уничтожу их моментально. И сказали сказал Машера Бейну Богу как же так ты знающий знающий души людей значит один человек согрешит а все должны из-за него погибнуть. и сказал Бог Маше скажи всему обществу этому значит которые чтобы они отошли от от этого мешкана где живет Корах Дата, Наверам и тут надо определяться иногда вот смотрите что получается интересно вот живет человек живет человек например в Советском Союзе и он ну читает газету правда слушает политинформацию смотрит там новости и он вроде как ну он ни в чем не виноват во всем во все он верит ну как бы а что я живу или сейчас например да есть с одной стороны есть доступ к источникам информации с другой стороны непонятно вообще кому чему верить и вот этот вот момент он очень меня с самого начала интересовал на ком ответственность за все что происходит на народе или на лидерах это очень важный вопрос я помню когда я начал изучать Тору я спрашивал почему есть коллективная ответственность и если народ вообще да народ же идет за лидерами какая ответственность на народе ну то есть народ он ведомый всегда был народ ведомый а лидеры вот а на них ответственность Значит Я помню Меня очень интересовало Что Тора думает по этому поводу Я сейчас не помню Потому что это все настолько неоднозначно Что здесь вот как раз Этот момент разбирается Что были зачинщики Было Корах, главный зачинщик У него свой личный интерес Был Датана Аверам У них был другой личный интерес Это как Они с одной стороны воевали против Маши Робейну Но каждый боролся за свой интерес Корах боролся за то чтобы стать первосвященником Датана Аверам Боролись за то чтобы Колено Реувена Стало опять первенцами Получили двойной надел И тоже они хотели забрать священничество себе А он Бен Пелет Он был просто Из колена Реувена Представитель народа И еще было 250 из других колен Которые просто были люди знатные Которые хотели понять Почему если я родился не в том колене Так я не могу быть священником Или не могу быть одним из главных правителей в народе Почему? Что за несправедливость такая? То есть они все выступали Каждый со своей претензией против Маши Робейну А Маши Робейну говорит Я просто передатчик Я пророк Я не вообще Нету моего никакого интереса Чтобы каким-то образом Искажать закон Всевышнего Есть закон Бога Почему Бог сказал что это зло Это добро? Не знаю Это Бог Вот в этом весь и Главный выбор Или ты принимаешь Всевышнего Или ты не принимаешь Теперь значит Сказал Бог Я уничтожу сейчас Кораха И всех этих плохих людей Маши Робейну говорит Богу Но смотри Ты же знаешь душу Ты знаешь суть каждого Да? Так что ты невинного уничтожишь С виноватым? И сказал Бог Маши Значит скажи всем Чтобы они отошли от этих домов Кораха И Датана Аверама Пошел Маши И пришел он к Датану Авераму И пошли за Маши Робейну Старейшины народа Израиля 70 старейшин Которых на них уже был божественный дух тоже И сказали они всему обществу Отодвиньтесь пожалуйста От шатров вот этих людей злодеев И значит И не трогайте ничего что им принадлежит Чтобы вы не согрешили тоже Значит и что Вышли они К входам своих шатра Датана Аверам Корах Они вышли к входу в шатры Написано стояли Они очень так Ну вот выпрямленные такие Они очень гордые были И готовы Воевать И их всеми были с ними И сказал Маши Значит Вот Сейчас будет знак И вы все узнаете Что Бог послал меня Сделать Все те действия Которые я делал И делал я их не от себя Значит Маши Робейну попросил У Всевышнего знак Который бы доказал всем Абсолютно всем Он доказал Что назначение Аарона И все действия Которые делал Маши до этого Маши делал не от себя Он это не выдумывал Не было у него ничего своего Значит А это Бог И тогда он сказал Богу Такое условие он поставил Да можно сказать Если Они умрут Как умирают все люди Значит Значит Не Бог меня послал То есть Если ты сейчас их умертвишь Той смертью Которую умирают Просто люди Да Значит Не Бог меня послал Значит Все от меня То есть Он хотел такой знак Чтобы показать Что В В том Что Маши делал Не было ничего его личностного Ничего человеческого Да И он Богу сказал То есть Докажи людям Что Что Ты Бог И что То есть Пускай они Которые выступили сейчас Против меня И их главное было Главное было Их против Маши Как бы Претензия Что ты не пророк Ты не от Бог Ты просто человек Который сам от себя выдумывал И Маши Богу говорит Докажи таким знаком Пусть они умрут Такой смертью Которая Вот вообще Так Никогда не было И Значит Пускай Если Бог сотворил Мироздание Используется слово Сотворение Из ничего То есть Создание Из ничего Не Создание Из материала Чего-то нового А Бог Сотворил Мироздание Из ничего Если ты Сотворил Из ничего Тогда Пускай Бог сделает так Чтобы раскрыла Земля Раскрылась Земля И Чтобы они Провалились Под землю Живые Все вместе Чтобы это Все провалилось И значит И было Когда закончил Маше Говорит слова эти И раскрыла Земля Прямо Раскрылась Тивка Это как бы Открылась Она Которая Под ними В этих Тах Арыц Этпи Открылась Она Как рот Представьте Себе Оп Открывается Вот так Вот земля И Проваливается В нее Их Дома Их Шатры И все Их Имущество Корах И все Что ему Принадлежало И Спустились Они И все Что их Живые В Под землю И Закрылась За ними Земля Значит И весь Израиль Которые Были Вокруг Убежали Они Слышали Эти голоса Крики И То что Произошло И Сказали Они Что Может Нас Тоже Сейчас Проглотит Земля Огонь Вышел Из От Бога И Этот Огонь Сжег 250 Человек Которые Должны Были Воскурять Кторы То есть Был Корах И Датаны Аверам Их Дома И семьи Все Провалилось Земля Их Просто Проглотила В это же самое Время Стоят 250 Человек С этими Совочками С воскурениями Ждут Чего приношения Примет Арон Примет Бог Там Стоит Арон С совочком Тут Они Стоят С совочками И тут С неба Спускается Огонь Эти 250 Человек Сгорают Нет И Сказал Бог Маше Скажи Ильязару Сыну Арон Койна Чтобы Он Взял Эти Совочки Которые Которые Остались То есть Ничего Не Осталось Только Эти Совочки Остались И То Что Они Осветились То есть Это Было Из Духовного Мира Вот Это Пришла Энергия От Всевышнего Которая Их Сожгла Но Она Осветила Эти Совочки И Возьмите Эти Совочки И Сделайте Из Них Покрытие Для Жертвенника Для Жертвенника Значит Сделали Так Как Бог Сказал И Вот Тут Окончание Сегодняшнего Отрывка Очень Очень Интересное Зачем Нужно Было Сделать Покрытие Для Жертвенника В Мешкане Чтобы Все Об Этом Вспоминали Чтобы Все Об Этом Вспоминали На Все Поколения И Значит Заканчивается Сегодняшний Отрывок Для Меня Самым Удивительным Способом То То Что Земля Их Проглотила Понятно Я Верю Что Бог Творец Мироздания И Машера Бейну Через Которого Бог Говорил И Бог Который Сотворил Всю Систему Творец Мироздания Он Может Эту Систему Менять Поэтому Он Может Сделать Все Что Угодно Но Для Меня Доказательство Доказательство Того Что Человек Сотворен По Образу И Подобию Бога Как Бог Может Сделать Все Что Угодно Так же Человек Может Сделать Все Что Угодно Окончание Сегодняшнего Отрывка После Всего Этого И Было Значит Собралась Вся Община На Машера Бейну И На А Рона И Окружили Они Шатер Откровения А Нет Вот Так Вот Шестого Отрыва Вайлону Коледат Исраэль Бне Исраэль Мимахарат Аль Муше Ва Аля Арон И Начали Жаловаться И Возмущаться Вся Община Израиля На Прямо Уже Завтра После Всего Этого На Муше Аарона Говоря Вы Это Вы Убиваете Народ Бога То Это Вы Это Не Бог Это Вы Убиваете Народ Бога Сказали Они На Муше Аарона И Было Собрались Они Вокруг Муше Аарона Окружили Они Шатер Откровения Прямо Они Хотели Наверное Их Убить И Показалась Слава Всевышнего И Зашли Муше Аарон В Оэль Мэд В Шатер Откровения Значит Завтра Мы узнаем Что Будет Дальше Это Четвертый Отрывак То Для Для меня Удивительно Как Увидев Все Это У Человека Остается Полная Свобода Выбора Сказать Что Увидев Услышав Ну Вот 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 Они Эти События Да Они Восстают Против Моше Аарона Они Говорят Что Это Не От Бога Моше Говорит Если Это От Бога Пускай Будет Раз Два Три Все Так Происходит И Народ Говорит Вы Убили Их Вы Убили Не Бог Убил Значит Как Вы Можете Убивать Народ Бога Непонятно Непонятно Но В этом Есть Свобода Выбора То Что Человек Он Может Быть Вот Просто Смотреть На Белое Говорит Черное Смотреть На Черное Говорит Белое Смотреть На Добро Назвать Его Злом Смотреть На Назвать его добром и это то что произошло когда первый человек съел от плода дерево познания добра и зла дат товара это не только дат это соединение с добром и злом человек стал производителем так как бог установил это добро это зло а чек по образу бога он он говорит нет наоборот вот это то что бог сказал злом это добро это парад гордости да то есть это назвали это садамия дом и амора уничтожили города за грех до этого была полностью стерта земля за разврат потому что всякая плоть изратила свой путь значит понятно что все народы которые легализовали гомосексуализм все исчезли с мировой истории и нету частнее не это все это все ну не знаю что они говорят на это чё да но они говорят нет сейчас не просто легализовано я вам говорю скоро это станет обязательно то есть они пока не вышли только на парад гордости что сейчас они этим гордятся а завтра они скажут что это должны делать все вот я вам говорю это следующий шаг потому что то как та динамика с которой это развивается вот посмотрите и это ужасно потому что мир не может так существовать бог этого не допустит конечно понятно да хорошо теперь мишлей притчи царя соломона мудрейший из людей царь соломон он на в 13 главе 12 13 главы очень очень практичные я вот как раз в телеграм-канале воикра в телеграм-канале я сейчас беру и у нас же есть еще отдельно чат те которые серьезно хотят изучать тору у нас есть отдельно в телеграме онлайн школа называется жизнь по торе куда можно зайти там есть циклы уроков которые спонсоры воикры они посвящают дают деньги и просят снять цикл уроков на такую заповедь на такую заповедь на такую заповедь и там уже у нас много уроков и там есть два чат бота очень классных один по книге мишлей в котором есть на каждый отрывок комментарии где можно изучать мишле каждую главу каждый отрывочек Можно брать случайный отрывок, можно каждый день по три отрывка изучать. Это называется Telegram-бот «Жизнь по Торе». Заходите туда и пользуйтесь на здоровье. Так вот, значит, я оттуда беру те отрывки теперь, которые мы будем изучать на уроке, и буду в Telegram-канал до урока их отправлять. И вы сможете тогда в обычном Telegram-канале Ваикра тоже их увидеть. Вот сегодня я выделил, знаете, какие отрывки? Тринадцатая глава, сейчас мы посмотрим. Тринадцатая глава, третий отрывок. Третий отрывок такой. «Ны цор пив шумер навшо, посек сфатав михитало». Значит, тот, кто сохраняет свой род. Но цер пив это как берегущий, да? Берегущий свой род сохраняет свою душу. «Посек сфатав», тот, кто раскрывает свои уста, михитало, это ему как михита, как погибель. Погибель это слишком жестко. В общем, он делает себе плохо, да? Тот, кто много разговаривает, делает себе плохо. Я помню, в детстве мне все говорили, что болтун – находка для шпиона. Мне говорили, что вокруг одни шпионы, пугали же в Советском Союзе, что все хотят напасть на нас, да? То есть, поэтому тебя Родина защищает, поэтому отдай паспорт, никуда ты не поедешь. Почему? А там на тебя нападут. Вот поедешь за границу, и там на тебя нападут. Поэтому сиди дома. Теперь, значит, что значит сохраняющий свой род сохраняет свою душу? Прежде всего, давайте поймем по-простому. Простейшее применение рта, самое простое – это еда. И человек, который сохраняет свой род, то есть, он думает о том, что он кушает, он понимает, что еда становится им, он понимает, что ему для жизнедеятельности нужно совсем немного еды, а он начинает сохранять свой род, сохраняет свое нефиш, это животная душа, это как раз тело свое, да? Логично, понятно. Теперь, если говорить про духовную составляющую тела, то здесь наступает вопрос очень серьезный. То есть, вот индусы, чем индусы молодцы, да? Индусы, вот эта вся восточная история, они очень наблюдательные. И они многие вещи, они своими наблюдениями, как был когда-то Авраам, первый еврей Авраам, он, изучая, наблюдая за миром, за собой, он понял, что есть Бог. Потом, когда он понял, что есть Бог, его желание постигнуть Всевышнего было настолько велико, что Всевышний ему открылся. То есть, Авраам, он как бы снизу давал такой мощный сигнал, что я хочу с тобой соединиться, я хочу полностью делать, как ты хочешь. Бог ему открылся, и Авраам соединился с Богом. Теперь, ну, до этого он наблюдал, он видел проявление Всевышнего, он искал. Теперь, что индусы? Они, вот эта вся йога, наблюдение за собой и так далее, они, значит, догадались, что мясо, которое человек кушает, становится его плотью. А так как мясо, которое человек кушает, это... Какое раньше мясо кушали, да? Те, кто не знают, как мясо убивать шхитой. Бог сказал потом, что если ты хочешь кушать мясо, нужно его шхитовать, это специальная шхита, сливать кровь и проверять на все болезни. Это Бог сказал, это Тора, это через пророков. То есть, это мы получили от того, кто создал мироздание. Индусы, они просто наблюдали, съел ты мясо, которое там, например, нашел на земле, какое-то мертвое животное, значит, заболел. Почему заболел? Так оно же умерло, оно больное, а ты съел его мясо, значит, оно стало тобой. И пошла вот эта программа. Не обязательно вирус, есть еще духовная программа, которая в крови. Дальше, поэтому индусы говорят, не кушайте мясо, стали они веганами, там, вегетарианцами. Что нам говорит Тора? Если животное убито кошерным способом, шхита, из него сразу вылили его кровь, то, и оно было полностью здоровое, то ты можешь съесть это мясо, ничего страшного не будет. Наоборот, значит, есть, например, в Талмуде такая в устной торе интересная вещь, что «эн симхабли басарвия» – нету радости без мяса и вина. Значит, что это имеется в виду? Имеется в виду, что в празднике в определенное время мясо, вино, оно дает какое-то определенное состояние, которое коины, священники ели мясо. Есть, в этом что-то есть, да? Значит, мы сейчас не будем глубоко уходить. Мы просто пытаемся понять, что имел в виду царь Соломон, когда говорил, что сохраняющий свой рот сохраняет свою душу, и открывающий рот, он себе делает, как бы, крушение, ну, то есть он себе вредит. Рот – это два аспекта. Первый главный аспект рта – это еда. Второй главный аспект рта – это разговор. Значит, человек, который открывает рот, не думая, что он скажет, не фильтрует свой базар, как говорили у нас в Харькове, не фильтрует, не, значит, пользуется неправильными исходными предпосылками в разговоре, потому что, как бы, человек же его воспитали, если с детства он понимал, что можно своего добиться только криком, то он будет всю жизнь кричать. Если же он понимал с детства, что всего можно добиться только спокойным, мягким, умным каким-то разговором, то он всю жизнь будет разговаривать спокойно, мягко и умно. То есть вопрос, кто где и на кого учился, и кого кто окружал. Теперь, ну, царь Соломон, мудрейший из людей, сказал, что нужно быть очень внимательным, все. А дальше каждый разворачивает это, мог бы разворачивать в свою сторону, но Тора нам конкретно сказала, законы Лошонара, законы злоязычия, нельзя говорить плохие вещи про других людей, даже если вы думаете, что это правда. Сплетни, нельзя переносить сплетни про других людей, даже если вы уверены, что это правда. Ничего хорошего, человек, который приносит плохую весть другому, ничего хорошего ему не будет. То есть вы можете прийти к человеку и сказать, ты знаешь, про тебя вот таких-таких-таких гадостей наговорили, и ты думаешь, что ты ему глаза открыл, да он тебя ненавидит после этого, потому что ты ему сказал неприятные вещи, и он знает, что ты их знаешь, и он думает, что ты в них веришь, то есть ты сам запачкался, ты как бы гонец, который принес ему самые такие неприятные вещи, да. Теперь дальше, и наоборот, Тора нам говорит быть добрыми, быть, помогать людям, помогать словами. Все, давайте седьмой отрывок. Седьмой отрывок нам говорит следующее. Есть еш митошер, есть человек, который богатеет в энколь, а нету у него ничего. Митрушеш беднеет в онрав, и есть у него большое имущество. Значит, здесь нам дается и момент, как работает мир, как устроен мир, и одновременно нам дается совет, хороший совет. Значит, в чем, как работает мир? Мир так работает, что есть человек, который выглядит очень богатым, и у него на самом деле ничего нет. В этот самый момент, когда он выглядит дико богатым, когда он показывает, особенно сейчас в Инстаграме модно принято показывает свои огромные богатства, но у него по факту ничего нет. Он может быть в долгах, он может быть бедным, и тот, кто показывает понты, не всегда у него есть. Теперь, а есть, который выглядит как бедный, а у него большое имущество. То есть есть люди, которые, наоборот, они живут из принципа, что в благосостоянии есть вещи, спрятанные от глаз, чтобы не сглазили, чтобы никто не позавидовал, чтобы не узнали какие-то плохие люди, сегодня, пускай будет урок, Лилун Нишама, Самюэль, Саня, Бен, Даниэль, Бен Маня. Это был один из, получается, двоюродный брат моей матери, вот он умер несколько недель назад в Харькове. У него была такая история, что в 90-е годы, в начале 90-х, он поехал в Америку к Марине, это еще одна двоюродная сестра моей матери, она жила в Америке с 80-х годов, и привез в Харьков компьютеры. На тот момент компьютер, это была огромная ценность, дикая ценность. И он в парикмахерской рассказал парикмахерше, что Водя приехал из Америки, привез компьютеры, и после этого услышали, то ли это парикмахерша рассказала, то ли рядом кто-то сидел. Но какие-то бандиты его выслеживали месяц, он не мог вернуться к себе в квартиру. Его ловили, его пытали, его забирали у него эти компьютеры. То есть страшные вещи человек просто рассказал, там обычно зачем люди рассказывают о своих каких-то богатствах и так далее. Для того, чтобы как бы выделиться, да, что смотрите, опачки, оказалось, что этого делать было не надо. Есть наоборот люди, которые выглядят абсолютно как бедные, да, а по факту у них они дикие. Этот хозяин Икеа, будучи миллиардером, он летал в эконом-классе, а он был хозяин всей сети Икеа, да. То есть есть Уоррен Баффет, он живет в простом доме, ездил до последнего времени на какой-то старой машине, там сейчас ему под сто лет уже, но все равно. Значит, это не показатель, не показатель внешний вид, да. Теперь, не показатель богатства. Но есть еще здесь и совет. Ешь митошервы эн коль. Есть тот, кто богатеет нечестным путем, говорит царь Соломон. Если ты богатеешь нечестным путем, и ты, например, есть в деньгах, которые человек зарабатывает, 10% заложено, чтобы он, так заложено, так изначально было Всевышний так делал, что он ему дает богатство и дает возможность помогать людям. Это великая возможность, это великая возможность перевести часть денег в духовную сферу и выполнять заповедь. И он дает ему, а человек эти 10% зажимает, он считай, украл у бедных. Если он украл у бедных, он раз украл, два украл, а если он не дает, плюс он зарабатывает нечестно, плюс он тут скроил, там скроил, здесь скроил, налоги не заплатил. Понятно, если он жадный, если ему жалко для бедных, то ему на налоги еще же больше жалко. Через какое-то время он меташер, но он богатеет, но у него уже на небе нет ничего, то есть он уже как бы выгребает по остаточке, потом бах, и все исчезло. А есть метрушер, есть тот, кто беднеет, и у него большое имущество. Человек у него нету, 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 а он помогает, 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 дает сдаку. То есть он выстраивает свою жизнь очень правильно, но у него нету, но уже на небе у него есть онрав большое, у него уже есть имущество, которое ждет только, часть можно обналичить здесь, часть можно оставить себе в духовном плане. Интересно, что в великих были мудрецы, которые были здесь очень бедные, и они просто не хотели, они прямо в молитве говорили, я не хочу ничего из своей духовной награды обналичивать здесь. Почему? Потому что чем сложнее мне соблюдать Тору, тем больше награда. Липум Царагра. Чем больше страданий, тем больше награда. То есть были такие, которые всю жизнь были очень бедные, а были такие, в Талмуде есть история про, звали его Раби Йоси Бен Пас. Он пришел, Раби Йоси Бен Пас, он пришел, значит, к какому-то из мудрецов, я не помню, к кому, это был, по-моему, Раби Шиман Барех, ну, в общем, кому-то из великих мудрецов эпохи Мишны, это около двух тысяч лет назад. И он говорит, я хочу изучать Тору только на условиях, что я буду богатым. Ему учитель говорит, все, учи, значит, если ты хочешь учить Тору, чтобы быть очень богатым, ты будешь богатым. И он, значит, учит, учит Тору, изучает, прямо с утра до ночи. Еще раз, мы с вами знакомимся с Торой. Учить Тору, это взять один отрывок, и его повторять, пока ты его не запомнишь. То есть, это именно напрягаться. Вообще, учиться, это напрягаться. Слушать, это развлекаться. Интересно. А выучить, это запомнить. Чтобы запомнить, должны прорасти нейроны новые. Чтобы прорастли нейроны, нужно повторение мать учения, напрягаться. Это очень энергозатратный процесс. Поэтому большинство людей любят развлекаться, но не любят по-настоящему учиться. И вот Рабьоси Бен Пази, он сказал, я буду учиться, чтобы стать богатым. Ему учитель сказал, хорошо, будешь богатым. Он учит Тору. Значит, приходит к учителю. Когда? Он говорит, учи, молись, будешь богатым. Он еще учился, учился. Учись, молись, будешь богатым. Он учился, 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 достиг очень высокого уровня, стал мудрецом high level. И однажды заходит в Бэтмидраж, заходит человек, это же было 2000 лет назад, и говорит, вы знаете, я всю жизнь работал. Всю жизнь я работал, был купец, съездил, путешествовал, туда-сюда, очень разбогател. Но как-то не женился, детей у меня нет, и даже мне некому оставить свое богатство, потому что с родственниками я со всеми переругался, характер у меня не очень. Ну, это в Талмуде не написано, это я от себя добавил, про характер не очень, потому что мне непонятно, почему он другим родственникам не хотел оставить свое имущество. И он говорит, я хочу сейчас все имущество передать какому-то большому Талмиткохаму, большому мудрецу Торы, который за это отдаст мне половину своего грядущего мира. То есть, тот, кто всю жизнь работал ради духовных достижений. Теперь я хочу отдать ему здесь свои деньги, свое имущество, переписать на него после моей смерти, чтобы он стал наследником. И сейчас прямо он зашел, написано, с ведром золота, золотых разных монет и так далее, прям ведро было. Есть такой, который готов продать мне половину своего духовного мира. Значит, раввин учитель говорит, да, есть вот как раз Йосик, который пришел учить Тору, чтобы стать богатым. Вот сейчас он тебе как раз его момент. Позвал его, говорит, вот твой момент наступил. Тот говорит, отлично, все, я всю жизнь к этому стремился. Подписали они документы, договорились, это додал ему ведро золота. Паза это чистое золото на иврите, поэтому он стал Рабь Йосип Бен Пази. Прошло несколько дней, и Рабь Йосип Бен Пази с этим ведром золота пришел к своему раввину, к учителю, и говорит, вы знаете, что-то мне нехорошо. Что-то мне нехорошо, ну вот как-то мне, не стало мне от этого лучше в жизни. Стало мне наоборот хуже, что я променял духовность, и как-то Терия, получается, всю жизнь свою посвятил, этим самым я доказал, что я посвятил свою жизнь на самом деле ради материальности, а не ради духовности. Что мне делать? Сказал ему, сказал ему его учитель. Он ему говорит, смотри, Йосип говорит, сейчас у тебя есть уникальная возможность, уникальная возможность выиграть дважды. Теперь ты можешь все это золото направить на добрые дела. То, чего у тебя не было. Ты изучал Тору, но у тебя не было возможности фактически помогать людям, помогать людям в их материальных каких-то страданиях. Сейчас у тебя есть и такая возможность. И что сделал Раби Йосип Бен Пази? Он раздал все это золото на Цдаку, он помогал людям, он кормил голодных, и у него появилась Тора плюс добрые дела. Все выиграли от этой ситуации, поэтому, поэтому, значит, есть я, который раздает, и он богатеет, есть я, который зарабатывает, и он беднеет. Это то, что нам хотел сказать царь Соломон в 10 или 11 отрывке 13 главы. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, чтобы мы, написано, что на трех вещах стоит мир. На Торе, то есть то, что мы изучаем, на молитве, вот теперь каждый может помолиться Всевышнему, сказать, смотри, я очень хочу делать правильные вещи, делать добро, узнавать, что ты от меня хочешь. Моя цель в жизни это делать добро, потому что ты бог, считаешь добром. Я буду стараться это делать. Теперь у меня есть мои небольшие потребности. Здоровье, чтобы там тут хорошо было, там хорошо было, по деньгам, по всему, то есть это называется молитва. Понимание, что все от Бога, все от Бога, это как бы основа молитвы, тогда ты начинаешь с Богом разговаривать, благодарить за все и просить все. И третье, это добрые дела, то есть мы можем, делая другим людям добрые дела. Опять же, добрые дела не по своему понятию, что такое добро, а по понятию Всевышнего, то есть не обижая, не гордясь сильно, не выпячивая себя, спокойненько, скрытненько, делать добрые дела. И вот это вот жизнь. На трех вещах стоит мир, на добрых делах, на изучении Торы и на молитве. Удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил для вашего блага. Все, до завтра. Встречаемся с Божьей помощью в 10 утра.